здравствуйте друзья здесь демитков юрий еще одна потрясающая инвестиционная идея 15 процентов годовых в долларах игровая индустрия это супер отзывная нота на корзину компании айти и игровой индустрии основные параметры 14 15 целых 15 сотых процентов годовых но это диапазон пока не определено условная защита от снижения цены базовых активов валюта доллара сша наблюдение ежеквартальные базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы срок действия три года 14 15 процентов годовых будет определено но после того как будет запущено она только готовится смотрите на чем основано люди любят развлекаться люби люди любят играть и они играют в игры стрелялки бродилки и так далее и там все зависит от того ну так сказать полная реальность сейчас и люди бродят начинают там стрелять что-то можно оружие достать там хитростью в этих играх а можно купить за реальные деньги и люди когда вовлекаются вот в эту игру они как же мне его победить и вот уже натурально абсолютно адреналин играет и просто люди берут и выкладывают деньги за покупку оружия виртуального вот и соответственно на этом очень сильно растет игровая индустрия компании технологического сектора несмотря на турбулентность чувствует себя хорошо индекс nasdaq вырос на 11 процентов с начала года восемнадцатого года став лучшим сегментом рынка поддержку индексу оказывает растущий девятый квартал к ряду прибыли компании в секторе а также его относительно низкая чувствительность глобальным риском в первую очередь к торговым войнам и проблем экономики emergency market рынок может расти в четыре раза быстрее экономики сша индустрии цифровых развлечений рынок компьютерных их игр и других цифровых развлечений одно из наиболее быстро растущих рынков объем рынка в денежном выражении уже в 2019 году превысит 140 миллиардов долларов и может расти дальше сейчас в компьютерные игры играют более двух миллиардов человек по всему миру новые способы монетизации большинство разработчиков давно ушли от классической схемы монетизации предпочитая за редким исключением продавать не сами игры а предметы внутри игр подписки премиальные аккаунты и так далее это позволяет поддерживать постоянный приток денежных средств на протяжении всего цикла жизни игры при этом основные затраты разработчик несет на стадии разработки тогда как на стадии поддержки затраты уже не столь высоки а себестоимость виртуальных продуктов вообще близко к нулю за счет этого компания оказывает очень высокую рентабельность новые технологии позволят привлечь новую аудиторию технологии дополненной и виртуальной реальности на текущий момент больше всего интересны именно игровой индустрии большинство крупных компаний ведет разработки в этой сфере а появление прорывной технологии способны привлечь новую аудиторию и более эффективно монетизировать старую ну вот низкая зависимость бизнес-модели от классических секторов экономики срок три года валюта доллара сша минимальная сумма инвестирования 10 тысяч долларов площадка оформления фондовый рынок глобальный фондовый рынок то есть ну опять же будет крупный международный инвестиционный фонд какой-то базовые активы apple инкорпорейтед компания apple всем известно electronic arts инкорпорейтед facebook инкорпорейтед и ubisoft entertainment ставка купона 14 15 процентов годовых периодичность купонных выплатов ежеквартально защитный барьер 75 процентов купонный барьер 75 процентов с эффектом памяти барьер отзыва сто процентов падает на 4 процентов квартал не верю просто не верю стоимость акции каждого из базовых активов на момент покупки это первоначальная стоимость да но ты позволяет получать доход при позитивной или нейтральной умеренно негативной динамике базовых активов потенциально возможно досрочное автоматическое подошвение опционы каждые три месяца по сто процентов от номинала если на ежеквартальную дату наблюдения все базовые активы выше чем барьер отзыва то есть барьер отзыва постоянно снижается если все четыре базовых активы выросли выше чем барьер отзыва то нота закрывается выплата купонов три с половиной три семьдесят ну практически девять процентов в зависимости от того в квартал конечно четырнадцать пятнадцать процентов годовых также купон с эффектом памяти что если купон не был выплачен в случае когда хотя бы одна из бумаг стала ниже на двадцать пять процентов своей первоначальной стоимости купон может быть выплачен в дату любого следующего наблюдения в случае выполнения условий выплаты купона досрочный отзыв если на дату очередного ежеквартального наблюдения все базовые активы выше отзыва то она досрочно погашается погашение если досрочно если опцион не был досрочно покажен погашен на дату последнего наблюдения то цены всех базовых активов выше защитного барьера то нота погашен погашается с выплатой ста процентов номинала то есть выплачивая возвращаются все деньги и очередной купон если хотя бы один базовый актив ноты оказался ниже защитного барьера то осуществляется поставка акций базового актива с наибольшим снижением относительно первоначальной цены по первоначальной цене ну вот такие риски базовые активы apple incorporated одна из крупнейших и наиболее известных производителей широкого спектра потребительских электронных устройств включая смартфоны айфоны значит соответственно планшеты айпэды компьютеры mac умные часы apple watch tv приставки apple tv и другие айфон в основном айфон электроник артс компания электроник артс одна из самых крупных сторонних разработчиков видеоигр электроник артс является владельцем одно из самых популярных видеоигр на основе star wars madden nfl fifa и бетерфилд игры можно использовать на различных платформах так как sony таких как sony playstation microsoft xbox 360 nintendo в персональных компьютерах и мобильных устройствах выпуская игры для различных платформ компания увеличивает охват потенциальной электро аудитории электроник артс выпускает и распространяет свои игры по всему миру продажи в северной америке составили около 41 процента в 2018 году на другие части света приходится 59 процентов продаж следует отметить что fifa является бестселлером который генерирует около 11 процентов выручки компании электроник артс успешно внедрять информацию инновационные возможности например режим игры ultimate team этот режим позволяет игрокам общаться друг с другом во время игры что притягивает больше игроков и увеличивает время проведенное за игрой для компании это означает больше выручки 20 процентов выручки генерируется именно именно в режиме ultimate team то что бизнес компании является более цифровым многие продажи осуществляются через интернет что является более эффективным и маржинальным способом доставки прогнозируется что индустрия видеоигр в целом продолжит расти в этой связи компания электроник артс хорошо позиционирована чтобы монетизировать свою креативную продукцию компания постоянно инвестирует в новые продукции чтобы удовлетворить растущий спрос ну вот электроник артс очень крупная компания фейсбук всем известный результат отчетности фейсбук за четвертый квартал 2018 года превзошли большинство ожиданий аналитиков количество пользователей соцсети на конец декабря достигло 232 миллиарда человек увеличившись за прошлый год на 9 процентов активность пользователей растет и все хорошо ну лично я для себя купил акции фейсбука просто просто акции фейсбука и все они не платят дивиденды но они хорошо растут я и они уже выросли у меня они ну как-то хороший актив оказался вот юбисофт интертеймент французская компания юбисофт интертеймент является одной из крупнейших производителей видео в мире ее титулы распространяются многомиллионными тиражами например assassins creed just dance far cry и prince of persia компания лицензирует свою продукцию производителем игровых консолей nintendo microsoft xbox и sony playstation игры также доступны для владельцев персональных компьютеров продукции компании распространяется на жестких носителях и через интернет юбисофт имеет свои подразделения примерно в 25 странах и дистрибьюции в более чем в 50 странах северная америка является самым крупным рынком сбыта стратегия компании базируется на следующем тренде существующие игровые приставки приближаются к концу своего цикла за которым последуют новые приставки со значительно улучшенными графическими возможностями это должно получить положить началу с про началу это должно получить положить началу спроса на новые игры с более реалистичной проработкой деталей юбисофт хорошо позиционирован чтобы пользоваться этими технологическими достижениями компания имеет многообещающую линейку новых игр готовящихся к выходу на рынок одновременно с этим экспансия на китайский рынок через партнерство с tencent должна обеспечить компанию дополнительными драйверами роста вот с юбисофт все хорошо вот расчеты производились 6 марта 2019 года при стоимости базовых активов 66.02 рублей за доллар был сейчас снизился акции apple 175 53 доллара за штуку ну соответствующими тикерами здесь они приведены вы можете все это проверить по интернету что это за компания 14 15 процентов годовых валюте это неслыханные проценты это вообще офигительный инструмент повторяю он доступен только квалифицированным инвестором порог входа 10 тысяч долларов но среди моих зрителей есть такие у которых значительно больше чем 10 тысяч долларов поэтому я думаю что для вас будет это интересно спасибо за внимание с вами был демитков юрий а а вот и а и Продолжение следует...